В этом году Рязанский Дед Мороз может и не появиться. Виной тому карантинное ограничение. Однако письма детей не останутся без внимания. Если раньше свое послание новогоднему волшебнику можно было передать лично, теперь это делается бесконтактно. В лесопарке появилась почтовая будка для писем Деду Морозу. И каждый, кто напишет нашему волшебнику добрые слова, свои пожелания, обязательно получит ответ. Если же ребенок, либо взрослый захочет поделиться своими успехами, рассказать какие-то радостные события, то обязательно он получит не только наставление, но и грамоту о том, что он хорошо себя вел, хорошо учился, радовал родителей. И, соответственно, самое доброе пожелание и наставление от Деда Мороза и его помощников. Выемка писем из ящика станет особенным ритуалом. Его будет осуществлять рязанский почтальон каждые две недели. Все собранные послания он передаст лично Деду Морозу. Также зимнему волшебнику можно написать и онлайн. Из-за карантинных ограничений он почти полностью освоил современные технологии. Дед Мороз будет общаться у нас из своей новогодней резиденции с домиков в формате Zoom. Соответственно, будет вестись заранее запись. Каждый ребенок с родителями может записаться в удобное для них время. И в это время созвониться с нашим волшебником, который уже будет знать, с кем он выходит в эфир, и, соответственно, пообщаться. Увидеть Деда Мороза можно будет только онлайн. В группе лесопарка в социальных сетях со временем появятся видеоролики, где волшебник обходит свои владения и общается с детьми. Отвечать на онлайн-почту Дед Мороз или его помощники будут регулярно. Волшебнику уже написали около 60 человек. Изменилось и содержание писем. Если раньше дети просили материальные подарки, то теперь часто фигурирует слово «здоровье». Просят его для себя или своих родных в это непростое время. Вы также можете воспользоваться любым способом и сообщить дедушке о своих желаниях. В конце концов, кто об этом узнает? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».